Скандал, который может быть по аналогии с крупными американскими скандалами, скоро получит название Бридж Гейт, разгорелся нешуточно. И складывается впечатление, что кто-то намеренно подливает масло в огонь. К нам присоединяется политический обозреватель Артевия Мария Гордон. Мария, вам не кажется, что противники Криса пользуются ситуацией в своих интересах? Да, Лиза, во всяком случае очень похоже. Мне хотелось бы сделать небольшое дополнение к предыдущему материалу. Сейчас все говорят о жертве транспортной пробки, возникшей на мосту. Женщине, которой якобы не успела скорая. История, конечно, любопытная, но давайте подумаем. Я живу недалеко от Форт Ли на берегу Гудзона. Это напротив Манхэттена. У меня мост Вашингтона виден из окна. Так вот, почему к 90-летней жительнице Форт Ли на Нью-Джерсийской стороне Гудзона была вызвана скорая из другого города и даже из другого штата? Поверьте местному жителю. В двух шагах от ее дома находятся как минимум три приличных больницы. И они бы отправили за ней неотложку. Короче, подробности транспортного Армагеддона, как его уже называют в обоих штатах, остаются пока за кадром. Интереснее понять другое. Насколько вся эта шумиха повредит политическому будущему видного республиканца Криса Кристи? Как говорят аналитики, вряд ли она его похоронит, но в любом случае враги получат палку, которой они еще долго смогут его бить. Лиза? Маша, а Вы считаете, у него действительно могут быть хорошие шансы, если он все-таки решится участвовать в президентской гонке? Лиза, шансы, конечно, есть. И именно поэтому на него уже загодя начинают готовить компромат. Само воодушевление политических противников уже демонстрирует значимость Криса Кристи на республиканской поляне. На этой поляне, заметим, пока нет очевидного лидера. Для сравнения, у демократов есть Хилари Клинтон, которая доминирует очевидно. А вот по опросам республиканцев, еще до скандала в декабре, у Кристи было всего 16% голосов опрошенных, с которыми он, однако, опережал и сенатора Теда Круза, и конгрессмена Пола Райана, и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша. Он пользуется симпатиями независимых и беспартийных американцев, от которых в случае тесной гонки зачастую зависит исход выборов. Он очень выгодно показал себя во время урагана Сэнди, принимая своевременные практические меры. Показал он и политическую гибкость, когда не побоялся встретиться с президентом Обамой, демократом, буквально за несколько дней до выборов, то есть поставил интересы штата перед партийными интересами. Сейчас на карте его политическое будущее. Если он начнет отбиваться слишком резко, его немедленно обвинят в грубости, если слишком мягко назовут слабаком. Его поведение должно быть крайне выверенным. Он должен спокойно беседовать с противниками и с журналистами, чтобы показать, что способен быть настоящим лидером в момент кризиса, вне зависимости от того, откуда взялся сам кризис. Лиза. Спасибо, Маша. Это был комментарий политического обозревателя Марии Гордон.